Следующий классический пример из мозговетического анализа, может быть, вы его знаете тоже. Представим себе, что у нас такой ахиллес, он теряет силы со временем, но медленнее. Пусть он сначала пройдет один, потом тоже одну вторую, но потом не одну четвертую, а одну треть. И только потом одну четвертую. Потом одну пятую. Потом одну шестую. Ну просто вот все обратные, будем прибавлять обратные величины всех натуральных числов. Это одна первая, поэтому ахиллеса до какой-то одной n или разной n. Вот пусть у нас n это все такие суммы. Множится всех таких сумм, точки, в которых вот этот ахиллес будет теперь останавливаться. Каждый следующий день мы движемся меньше, чем предыдущий. Но вот по такой формуле. Как вы думаете, удастся нам далеко уйти или не удастся? Дальше двух. Дальше двух все равно не пойдем. Но это странно, потому что, смотрите, даже если мы просто брали одну вторую, одну четвертую, одну восьмую и так далее, то мы бы уже приблизились к другу. А тут у нас еще есть некоторый запас. Одна треть, например. Одна треть довольно скоро... Пять шестых плюс одна четверть где-то будет. Уже больше двух, потому что нам остается одна шестая. То есть два мы точно перейдем. Но вопрос там, я не знаю, десять мы перейдем или нет? Да, да. И сто мы, наверное, перейдем тоже. Так, значит, кто считает, что до любой границы, пусть медленно и со скрипом, но мы дойдем? А кто считает, что все-таки, так скажем, до какого-то большого числа мы никогда и не дойдем? Ну теперь, может ли кто-нибудь из сторонников той или другой точки зрения предложить какие-то доводы? Это значит, что дойдем? Нет, ну то, что... Сейчас, подождите, что... Мы дойдем до любого числа? Что мы до любого числа дойдем? А давайте сначала выслушаем меньшинство. А кто-нибудь, кто считает, что мы не дойдем до больших чисел? Может, вы можете объяснить, почему я так считаю? Есть? Ну хорошо, да-да-да, давайте, да. Или вы тоже можете объяснить и это тоже? Нет, я объясню то, что почему до любой границы... Вы можете объяснить только то, почему мы дойдем до любой границы. Уже бывают такие люди, которые могут, а не в суде особенно, выступать. Они могут доказать все, что угодно, если то, что нужно. Но вы можете только то, что дойдем до любого границы. Да. Ну давайте, ладно. Ну вот смотрите. Смотрю. Сумма чисел 1 треть и 1 четверть больше, чем 1 четверть умножить на 2, то есть больше, чем 1 вторая. Сейчас, значит, я должен смотреть, вы говорите мне, на сумму чисел 1 треть и 1 четверть. И что я там должен усмотреть? То, что их сумма больше, чем 1 вторая. Потому что, если бы была 1 четверть плюс 1 четверть, то, говорите, была бы в том числе 1 вторая. А так у нас 1 треть больше. Рассмотрим сумму чисел от 1 пятой до 1 восемь. От 1 пятой. Но у нас тут вот есть пятая шестая. Давайте напишем седьмую, чтобы она была. Их сумма опять больше 1 второй. Их сумма опять больше 1 второй. Как же я это теперь должен усмотреть? То, что 1 восьмая плюс 1 восьмая плюс 1 восьмая плюс 1 восьмая плюс 2 восьмая. Да. Заменим все эти числа на самые меньшие из них. Это будет 1 восьмая, 1 восьмая, 1 восьмая и 1 восьмая. То есть будет как раз 4 восьмая. Ну теперь берем числа от 1 девятой до 1 шестнадцатой. Потом от 1 до 17 до 1 до 300. Значит, следующие будут от 1 девятой до 1 шестнадцатой. Сколько им? Их ровно 8. Вообще, если мы берем числа от одной n-той до одной m-той, сколько их? Сейчас, давайте кто-нибудь еще скажет. Сколько таких чисел? Да, ну скажите вот. n-n плюс 1. А, вот m-n плюс 1. m только почему? Минус n плюс 1. Значит, почему плюс 1? Потому что, скажем, если m равно n, то тогда у нас одно число, а это 0. Это вот называется round one-off-error-программирование. Часто, когда люди считают чего-нибудь, они пропускают вот эту единицу, забывая, что надо быть внимательным. Но так-то не значит, 16 минус 9, это будет 7, а 7 плюс 1, 8. То есть, 8 членов, каждая из которых одна шестнадцатая больше, чем одна шестнадцатая. 8 штук. Значит, 8 шестнадцатых, то есть одна вторая. Ну, а так просто мы берем все эти пары чисел от одной. Ну, то есть, мы берем последний, в каждой группе, последний член, это будет степень двойки. Получается, у нас было последний, это 4, 8, 16, но будет 1 на 2 в семь дней. Все больше, чем 1 плюс 1 на 2, плюс 1 на 2, плюс 1 на 2, плюс 1 на 2 и так далее. А так мы далеко уйдем. Так мы далеко уйдем. Ну, тут, конечно, тоже сторонники законности могли бы сказать, что это не доказано. Почему, вот спрашивается, мы уходим, идем по одной второй, может быть, мы до какого-то числа никогда не дойдем. Что бы вы ответили, почему это мы всегда дойдем? Да. Ну, ладно, все эти одни вторые. Одни, одни вторые, да. Можно соединить единицы. Можно соединить единицы. Значит, хорошо, давайте идти шагами не по одной второй, а парами шагов по единице. Из этого числа, которое нам сказали, вычтем единицу. Какого числа? Вот этого, до которого мы не дойдем? Да. Ну, вычтем единицу. Тогда и будем считать, что это наименьшее число, до которого мы не дойдем. Наименьшее. А, найдем? В смысле, кто наименьшее число? Вот это число наименьшее, до которого нельзя дойдем. А почему это такое есть? Нет, допустим, что такое есть. И возьмем наименьшее такое число, до которого нельзя дойдем. Нет, а что, скажем, я вам, пожалуйста, я вам тоже сейчас докажу. Рассмотрим положительные числа. Возьмем наименьшее из них. Нет. Что нет? Почему это вы теперь говорите нет, а раньше вы так спокойно брали и ничего? Я говорю наименьшее число, которое неподставимо по одной второй, когда идешь. Мы берем наименьшее число, до которого нельзя дойти шагами по одной второй. Это вы говорите. Я говорю, возьмем наименьшее положительное число. Единицы. Нет, нет, нет. Почему не целое? Просто наименьшее положительное число. Положительное. Ноль не положительное, ноль не отрицательное. Наименьшее положительное число. А дальше. Чего? Нет, подожди, это мое дело. Сначала вы мне его разрешите взять или не разрешите? И берите. Беру. Наименьшее положительное число x. Тогда согласны вы с тем, что x меньше одной второй? Потому что, скажем, есть одно третье, которое меньше одной второй, значит, х, тем более, должно быть меньше. Значит, х меньше одной второй. Значит, х не меньше положительное число. Вы мне его разрешили взять. И теперь уже, так сказать, не отвергнут. х меньше одной второй. Так? х меньше одной третьей. х меньше одной четвертой. Теперь, а один на х? Если х меньше одной второй, то что можно сказать про один на х? Больше. Один больше двух. А, нет. Что нет? Больше двух или не больше двух? Больше. Больше. Значит, одно иксовое больше трех. Ну да. Одно иксовое больше четырех. И так далее. Значит, смотрите, мы идем шагами по один, а до одно иксовое никогда не дойдем. Если уж вы разрешаете брать наименьшие числа, это не я начал, это вы начали. Но. Ну как? Вот, пожалуйста, сделаем еще один шаг. Пять. х меньше одной пятой. Правильно? Если оно наименьшее положительное число, значит оно меньше, чем одна пятая. Ну да. Значит, одна иксовое больше пяти. Значит, не дойдем? Спасибо. Я не более четырех положительных. Почему не дойдем? Сейчас, подождите, ну как? Вот мы два шага сделаем, три, четыре, пять, ну и так любого числа шагов, мы не дойдем. А сколько надо пройти шагов, чтобы дойти? Х. Нет, узнаете. Так это самое. Можно решение рассказать? Подождите, решение чего? Решение задачи. У вас уже получилось противоречие. Все. После противоречия уже ничего не надо делать. Нет, значит, подождите. Давайте вернее, давайте вспомним, с чего мы начали. Значит, был вопрос, почему мы с фрагами поединиться, обязательно дойдем до любого есть. И вы это берете за доказательство. Да. А вы уже свое доказательство дезавуируете. И не будете наставить, что мы имеем право брать положительное число. Не будете наставить. Хорошо, давайте слушаем следующее доказательство. Давайте. Возьмем наименьшее натуральное число, до которого нельзя дойти. Возьмем наименьшее натуральное число, до которого нельзя дойти. А почему такое есть? Смотрите. Ну, сперва, если вообще есть такое число, до которого нельзя дойти. Мы идем шагами по единицам. Есть ли такое число, до которого нельзя дойти? Да. Если вообще такое число есть, говорите вы, то что? Ну, тогда можно взять натуральное число больше. Почему? Почему? Вроде бы натуральные числа, это и есть все числа, которые можно дойти шагами по единице. Какое такое натуральное число? Это число, которое получается, если единицу с собой складывать. Правда ведь? Да. Значит, мы будем по определению просто, шагая по единице, мы пройдем по всем натуральным числам. Но вопрос, не будет ли так, что есть какое-то число, до которого мы не дойдем, которое больше всех натуральных. Да. Пусть есть какое-нибудь вообще число, до которого не получается дойти. Пусть есть какое-нибудь вообще число, до которого не получается дойти. Да, пусть есть. И чего? Тогда можно взять неименьшее натуральное число, которое больше этого числа. Но если до него нельзя дойти, то это в то числе означает, что такое натуральное число не взяли. Значит, натуральные числа, до которых можно дойти. Если мы взяли что-то, к которому нельзя дойти, то тогда никакой натуральной численности больше его не будет. Так, ну чего, кто-нибудь еще берется? Мы опять уходим в область законности, что это все значит и почему это верно. Мы отвлеклись от нашего подсчета, но так или иначе, если мы уже поверили в то, что по единице можно дойти, тогда можно дойти за шагами по одной второй, ну а тогда, соответственно, можно дойти и шагами вот такими уменьшающимися. Значит, кто понял, почему, оставим в стороне соображение об основании, кто понял так по существу, поверил в то, что шаги по одной энной у нас позволят дойти сколько-то далеко. Пожалуйста, поднимите руки. Я прошу прощения. Два слова комментария. Ребята, если кто хочет всерьез разобраться в этой самой сегодняшней лекции, у нас была на целых два часа лекция Дворянинова, где он долго и подробно объяснял, что такое сходящийся вот этот вот один плюс одна вторая плюс одна третья и так далее, на самых-самых разнообразных примерах. Очень советую. Все стандартные, важные примеры там были разобраны. Ну, сейчас бессмысленно, понятно, пытаться это делать, но два часа рассказа про гармонический ряд у нас записано. Поэтому выходите на страничку нашей лектории, ищите там дворянинов. Это было совсем недавно, весной 2015 года. И подробнейшая двухчасовая лекция о гармоническом ряде там есть. Проверяем, что можно дойти сколь угодно далеко. А давайте я проверю, насколько вы... Это следствие того, что вообще верить доверчивости, и насколько вы вот конкретно убежны этим доказательством. Вот вопрос. Представим себе, что мы хотим найти такое n, чтобы эта сумма была, столько взять, вплоть до одной какого-то большого n, чтобы это было больше, чем тысяча. Вот поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, до какого n, до какой достаточки взять n, чтобы это гарантировать. Кто может предложить такой n? А, видите, доверчивость очень распространена в наше время. Ну, какой надо взять n? Нет, вы не... Сейчас, подождите. Кто знает, сколько нужно взять членов, вот этот называется гармонический ряд, сколько нужно взять членов, сумма стало больше тысячи. Вроде мы сейчас объясняли очень доходчиво, что она рано или поздно станет больше любого числа. Вот у нас, скажем, что тысяча. Значит, она должна рано или поздно стать больше этой тысячи. Спрашивается, когда? Сколько это, сколько надо взять членов? 2 тысячи, 2 тысячи, 2 тысячи. Значит, ну давайте идти с конца. Вот у нас была сумма, члены были 1, 2. Сколько нужно взять групп по 1 и 2, чтобы идти до тысячи? Естественно, надо взять 2 тысячи. Погодите, но у нас еще число 1 будет, Саша. Ну, вреда от него не будет. Еще 998. Ну, представьте, где нужно взять число, скажем, 2 миллиона. Значит, если мы возьмем такие группы, и этих групп будет тысяча, и будет 2 тысячи, то заведомо этого нам хватит, да? Можно взять 2 в миллион. Значит, да, ну можно взять 2 в миллион. Смотрите, сколько будет тысячи групп. Первая группа кончается на 2 в первой. Вторая группа кончается на 2 в квадрате. Третья кончается на 2 в квадрате. И так далее. Значит, двухтысячная группа будет кончаться на 2 в две тысячные. Значит, достаточно взять 2 в двухтысячной. Ну или, а, посмотрите, можно было взять 2 в миллионной. Ну или от 368. Ну а так, если аккуратнее считать, то можно и сэкономить. Но прежде всего можно заметить, что вот это у нас уже есть, поэтому две группы нам не нужны. Значит, можно четыре, наверное, тут сэкономить, да? Тысяча девятьсот девяносто шесть, наверное, тоже. Восемь. Нет, почему? Восемь. 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 Нет, почему? Тут у нас была единица, которая одна вторая, тут одна вторая. А, да, 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 да. Значит, нам нужно две группы, да, извиняюсь, тысяча девятьсот девяносто шесть. Но, кстати, есть более точный способ это считать. Это тоже, тоже, на самом деле, еще можно сэкономить. На расход. Чего? На сколько еще можно сэкономить? Ну, сейчас, ну это, конечно, я тоже могу. На самом деле не сильно, ребята. Все равно там будет очень большое число. Ну, очень большое. Нет, на самом деле там будет, там будет как бы, тут у нас, получается, степень двойки, а на самом деле там натуральный алгоритм более или менее. Ну, это, это... Сейчас, ну...